приветствую вас и сказать я вам хотел бы следующее конечно вот так за один ответ ваша проблема решится вряд ли но с другой стороны понять причину ее понять причину проблемы было бы довольно неплохо и это точно можно сделать сейчас она заключается в отношениях с отцом для вас проявление мышкой силы всегда негативно всегда чревато последствиями негативного характера для вас проявление мышкой силы именно благодаря за отца это всегда путь деструкции это точно с детства у вас можно сказать отбивали то есть вы видите что ваш отец бывает агрессивным вы видите что это агрессия именно агрессия и вся мучка жесткость вся мужественность для вас по сути дела олицетворяется с агрессией и вам так не хотелось быть частью этого что вы можно сказать путем реакционного поведения на это путем реакционного поведения вы стремились к тому чтобы не быть и походим на адсеса потому что действительно у вас от этого было негативно вот в результате вы получили то что сейчас с вами происходит эмоциональных сентиментальных и прочее бороться с этим нужно как во первых понимать понятно почему ваш папа поступал именно так какие у него были причины какие у него были мотивы что двигало его на подобное поведение что заставляло его так себя вести поймите понять ваш папа понять причины его поведения и конечно же тогда вам станет более ясно почему он так себя вел и вы придадите индивидуальность своему отцу его ситуации и не будете считать все в том числе и свое проявление мужского чем-то агрессивным и опасным далее далее необходимо сказать так что поскольку ваш образ мужского поведения ой образец мужского поведения изначально задан был ну скажем так не должны верно то у вас самого это мужское поведение также сформировалось неверно соответственно вам необходимо все таки заново пройти путь становления именно поведение присущего мужчин как через опять таки подращательный элемент вам необходимо выбрать такого кумира поведение которого вы считаете для себя наиболее правильным и стараться придерживаться его до тех пор пока вы не поймете что перерастает этот образец пока не ощутите что готовы приносить к нему что-то новое свое тогда вы выйдете за пределы этого образца и начнете действовать уже самостоятельно но нужен определенный базис определенный фундамент для мужского поведения что касается эмоциональности что касается сентиментальности вот здесь конечно это особенность ваше восприятие и сентиментальность в принципе не является чем плохим наоборот женщина оценит подростковую реакцию на строгательную сцену в том же фильме и для вас это можно воспринимать как ну как еще один способ сближения с ним женщин но при этом то что вы не уверены в себе вот не уверены в себе это плохо уверен в себе надо повышать как ну во-первых вам нужно все-таки показаться вам и себе что вы достойны что вы чего-то стоите что вы что-то можете на что-то способны для этого необходимо проявлять упорство терпение выдержку и целеустремленность целеустремленность подразумевает стремление к цели соответственно у вас нужно выявить цели к которым вы стремились разбить их задачи и выполнять эти самые задачи последовательно конечно чтобы успешное выполнение этих задач давало вам ощущение как раз таки того что у вас что-то получается а значит получало бы уверенность в себе вот примерно то в каком направлении вам нужно двигаться то есть понятно да проработка детско-родительских отношений в том числе отношения с отцом осознание причин поведения его понимание его прививание индивидуальности его поведения тем самым осознавая что то как он себя вел является в большей степени присущим только ему поведению а мужское поведение вообще это совсем как бы другое это более широкое более собирательное понятие и смешивать сравнивать это не стоит следующее это фундамент образец собственно мужского поведения здесь необходимо формировать алгоритмы ваших действий алгоритмы вашей реакции на определенные ситуации через ориентации на образец на идеал с последующим вырастанием этого идеала и уже формирование своего собственного подхода к мужскому поведению через преломление своих идеалов ценностей и так далее и последнее это работа с неверностью в себе повышение самооценки гордости самомнения что необходимо для того чтобы чувствовать себя более уверенно в социальных отношениях в принципе какие-то шаги вы сделали но нужно более структурировать ваше поведение вашу работу над собой и тогда у вас все получится на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ сделайте его лучше пожалуйста буду благодарен